Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, 15 мая, мы продолжаем доводить до вас достоверную информацию об уровне заболеваемости в городе Сарове коронавирусной инфекцией. Мы с вами вчера не встречались, последняя запись была в среду, поэтому я вам дам нарастающим итогом относительно 13 мая среды. 13 мая мы с вами говорили, что количество заболевших было 79 человек, на сегодняшний день их нарастающим итогом 86 человек, то есть плюс еще семеро. Опять обращает на себя внимание те же самые явления, которые у нас наблюдались и раньше. Кто у нас заболевает, кто эти 7 человек? Это по-прежнему есть лица, которые приехали из Москвы, заразились там, к сожалению, в условиях стационара. А сейчас в стационарах Москвы достаточно много контактов с ковидными больными. И, соответственно, приехав сюда, заболевают сами, заболевает их близкое окружение, как правило, семейный круг. Вторая категория лиц, я тоже уже говорила и обращаю ваше внимание, потому что эти вопросы продолжают обсуждаться, что почему, мол, у нас просто людей с ОРВИ не обследуют. Напоминаю, что у нас, ну, во-первых, раньше подлежали вселиться с ОРВИ старше 65 лет и с сопутствующими заболеваниями обследоваться. Они продолжают обследоваться, и среди них тоже есть находки. Сейчас вот есть заболевшая, как раз старше 65 лет, которая вызвала врача, ее обследовали. У нее коронавирусная инфекция. Будем интересоваться проводить санопедрасследование для того, чтобы понять, каким образом, где она могла заразиться и кого она могла в свою очередь заразить. И еще продолжается это то, о чем мы тоже с вами много раз говорили, когда у нас, используя выходные и праздничные дни, люди пытаются съездить куда-то далеко за пределы города пообщаться со своими родственниками, навестить престарелых родителей. И вот в данном случае у нас семья, приехав из Володарского района Нижегородской области, когда мы узнали, что их тот самый взрослый уже возрастной родственник заболел в Нижегородской области, в Володарском районе, обследована, соответственно, была эта семья. И оба, муж и жена, на сегодняшний день тоже показывают заболевание. То есть они съездили туда, заразились, привезли сюда. Будем здесь их лечить, будем здесь наблюдать, будем здесь их изолировать от работы и от иного ближнего окружения. Итак, 86 больных. Выздоровевших на сегодняшний день по-прежнему 31 человек. То есть продолжают болеть на сегодняшний день 55 человек. Из этих 55 человек госпитализированных 13. Эти 13 человек распределены таким образом. Двое по-прежнему в Нижнем Новгороде, и это тяжелые. 11 в нашей клинической больнице в инфекционном отделении, и из этих 11 7 со средней степенью тяжести. Остальные легкие, и все оставшиеся лечатся на дому, и у них тоже легкая форма. Плюс к ним еще под наблюдением на сегодняшний день осталось 35 человек. По лабораторному обследованию еще немного, потому что много о нем говорили, люди продолжают волноваться. Я продолжаю информировать. Я согласна с вами, что давайте эти цифры озвучивать, чтобы они не оставались в тени. Чтобы вы понимали, что обследование на самом деле проводится широкому кругу лет и в достаточно большом объеме. Вот, значит, вчера, 14 мая, четверг, было обследовано 172 человека в общей сложности. И еще, значит, соответственно, это 14 мая уже были результаты. Обследование, значит, было раньше проведено. И сегодня мы получили результаты, проведенные вчера анализов. Это еще 208 человек. То есть то, о чем я говорила, наш уровень не менее 150 человек обследований в день, он сохраняется. И сейчас структура этих обследований несколько изменилась. И я еще раз вас хочу заверить, что мы расширили группу лиц, которые с острыми респираторными вирусными инфекциями болеют. И мы сейчас у них больше, в большем количестве проводим анализы. И еще раз хочу вас нацелить на то, что если вы считаете, что вы все-таки относитесь к группе риска, а к таковой вас не отнесли медицинские работники, которых вы вызвали для оказания помощи, вы по-прежнему можете обращаться к заведующим терапевтическими отделениями, к заведующим поликлиник и в том числе и к нам. В каждом конкретном случае мы этот вопрос так или иначе решаем. Поэтому будем наблюдать дальше. Но пока мы видим, что вот тот прирост заболеваемости, который у нас есть, он по-прежнему укладывается у нас вот в тот уровень, так называемый коэффициент распространенности, который утвержден Роспотребнадзором как один из самых главных показателей на территории для того, чтобы снимать или не снимать ограничения. И также, как и в среду, я подтверждаю, что на сегодняшний день все показатели, включая коэффициент распространенности, уровень вне больничных пневмоний на территории, количество тестирования, летальность, формы протекания заболевания. Вот по всем этим показателям мы на сегодняшний день занятость коечного фонда. По всем этим показателям мы сейчас уже смело можем претендовать на первый этап снятия ограничений. И если ничего экстраординарного не случится, то в понедельник мы с этими предложениями выйдем на уровень губернатора нашей Нижегородской области для того, чтобы нам постепенно, пока только по первому этапу с понедельника, снимать ограничения. А дальше больше, я надеюсь, что мы с вами общими усилиями, общим соблюдением мер всех профилактики, включая те меры, которые будут на этапах выхода на работу и путем снятия, постепенного снятия этих ограничений, мы с вами все-таки это мероприятие пройдем достаточно спокойно. Поэтому сегодня вот нам для разбора особых каких-то тяжелых моментов нет. Я считаю, что мы с вами среди Нижегородской области относимся, в общем-то, к тем районам, кто достаточно благополучно это все проходит. Конечно, наличие двух тяжелых больных в отношении конкретных этих лиц для них это неблагополучно, но в целом для города ситуация не так плоха. Хочу отметить, что к нам поступают вопросы, основные из них. Но первый, конечно, вопрос, он вчера процентов, наверное, 80 рабочего времени нашего занял. Это вопросы, можно ли нам куда-то поехать, все остается. Рекомендации те же самые. Категорическое табу на районы карантинные. Ограничения максимальные по дальним районам. Не забываем про QR-коды, не забываем про меры профилактики и считаю, что поездки должны быть только там, где это вынуждено и необходимо. Второй блок вопросов – это вопросы выхода на работу. Каким образом выходить или не выходить, каким категориям, каким образом знать, относишься ты к этой категории или нет. Еще раз напомню, что это категория лиц беременной женщины, люди старше 65 лет и люди иных возрастов с сопутствующими заболеваниями. Причем список этих заболеваний и форм вы сами, может быть, и не сможете себя отнести или не отнести к этой группе. Вы можете обраститься к своему лечащему врачу, если это нужно для работодателя, взять там справку и по этой справке уже понимать, что вы относитесь или не относитесь к этой категории. Плюс идут там еще категории многодетных матерей, иногда отцов, в зависимости от того, с кем живут детки, до 14 лет. Тоже индивидуально этот вопрос решается. Вчера на оперативном штабе городском обговаривали работу дежурных групп, начиная с понедельника. На сегодняшний день департамент образования готов работать пока еще не в полную силу, но дежурных групп уже достаточно для того, чтобы принимать детей по справкам от работодателей, что действительно родители должны выйти на работу, они не могут находиться с детьми дома, и таких деток принимать будут, за исключением тех детей, которые находятся в контактах с инфекционными больными или сами болеют. Этот список департамент образования у нас получает ежедневно. И также мы напоминаем о том, что будет работать с понедельника в обычном режиме весь наш общественный транспорт, но городской общественный транспорт, вспоминайте, в хорошие времена, как он работает, в час пик он все равно переполнен, поэтому работники общественного транспорта имеют полное право не заполнять полный салон своих автотранспортных средств, и будет таким образом некое ограничение. Я обращаюсь ко всем, попытайтесь те, кто работает, максимально пользоваться личным транспортом, там, где есть возможность добираться на работу пешком или выходить на работу раньше, для того, чтобы не делать столпотворение в общественном транспорте, ну плюс использовать такие меры профилактики, как перчатки и маски. Также я хотела бы ответить и на иные вопросы. Был вопрос о том, что нам делать. У нас из инфекционного отделения сбегают наши сестры Дивеевского монастыря, монахини, и бегают, значит, у нас по ночам в спар продукты покупают. Ну вот, даже комментировать смешно, потому что этого не может быть. Это просто фейковая новость. У нас достаточно хорошо проработан режим в инфекционном отделении на ковидной половине. Те монахини, которые там сейчас лечатся, физически не могут бегать из окна, прыгать. Это не тот сверстенный контингент, не тот возраст. И если кто-то в спаре и видел женщин по одежде напоминающих монахинь, то, значит, иные лица, которые не лежат у нас в инфекционном отделении. Второй вопрос касался, вот он как раз достаточно более серьезный, я на нем бы побольше остановилась. Вопрос звучит так. Сотрудники социальных наших служб городских, которые ходят и ухаживают за нашими престарелыми горожанами, почему их не тестируют? Значит, ответ у меня будет такой. Ну, с одной стороны, вот все лица болеющие, к ним вообще не ходят сейчас социальные службы, не должны ходить, они не имеют права. Мы по-другому решаем совершенно этот вопрос. Там, где нет возможности и нужен какой-то уход, эти лица просто госпитализируются, даже если у них легкая форма. У нас сейчас есть, вот сейчас такой один больной, он, кстати, даже и не престарелый. У него нет возможности находиться на дому самостоятельно, ему некому помогать. И несмотря на то, что заболевание проходит в легкой форме, он госпитализирован. Решается таким образом. Если это контактный, а не больной человек, и этот контактный человек требует, он при этом еще пока здоров, да, и требует какого-то ухода, то мы при выдаче постановлений на изоляцию таким людям обязательно спрашиваем, кто будет за вами ухаживать, как, и каждый раз мы этот вопрос проговариваем. У нас за все время, а у нас контактных с вами вот за эти полтора месяца прошло уже больше, наверное, шестисотен уже прошло таких больных. У нас два всего было случая, когда к ним приходили волонтеры, и этих волонтеров мы обследовали. Но все-таки, если вдруг выяснится, если социальные работники знают, что они ходят контактным, то есть где-то информация от нас утекла, и кто-то нас обманул и обошел это, и на самом деле вызвал к себе социальных работников, то я обращаюсь и к самим социальным работникам, и к руководителям их, и с работодателями мы всегда обговариваем эти вопросы, в том числе с теми волонтерами, которые не являются официальными, не получают за это зарплату, а на бесплатной основе помогают нашим таким категориям. Мы такие, во-первых, мы даем списки адресов прямо вот поквартирно, с тем, чтобы понимать, что в эти квартиры у нас эти социальные работники не ходят, в квартиры, где живут лица контактные с инфекционными больными коронавирусной инфекцией. Если вдруг все-таки вы об этом знаете, или знает ваш работодатель, или еще кто-то, пожалуйста, звоните, обращайтесь, у нас нет никаких проблем с тем, чтобы этих людей обследовать. Если вдруг такие есть, вы должны понимать, то они относятся к такой же категории, как и медицинские работники, обслуживающие этот персонал, и подлежат обследованию не реже, чем один раз в семь дней. Обращайтесь. Пока такого не было. Пока вот мы отрабатывали волонтеров, у нас было достаточно 8-38 волонтеров, которые считали, что они ходили по контактным. Мы обзвонили каждого, выверили список адресов, по каким они ходили. Четыре человека оказалось, что были у нас у контактных. Мы всех четверых поставили на обследование. Правда, они оказались людьми очень занятыми, не заинтересованными сами в своем обследовании. Но тем не менее, с руководителем их мы договорились и взяли их, обязательно будем обследовать. Равно как обследуем мы и наших, допустим, сотрудников, которые тоже ходят, выдают постановление по этим же самым адресам. То есть, пожалуйста, вот я-то считаю, что у нас этот вопрос решен. Но если вот человек, который задал этот вопрос, все-таки у него есть сведения, что кто-то из сотрудников социальных служб, бывающих в таких квартирах, на самом деле не обследуется, милости просим. Обязательно вас возьмем, обязательно обследуем, обязательно обговорим все меры профилактики. Нам такие люди важны и интересны. Ну вот, на сегодняшний день я все-таки вижу, что у нас ситуация как-то выравнивается более-менее, что мы сохраним с вами встречи три раза в неделю. И опять же хочу подчеркнуть, что с совместными нашими усилиями полагаю, что на следующей неделе мы начнем выходить из ограничений. Мы все их так ждем. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Будьте здоровы.